Я главный менеджер крупной инвестиционной компании в Ижевске. Наша фирма проанализировала свои возможности и решила вложить средства в производство лекарственных препаратов. Я проконсультировался со специалистом в области фармацевтики, профессором Академии наук, который, в принципе, предложил выпускать разработанный у них обезболивающий препарат в желатиновой капсуле. Такая лекарственная форма значительно быстрее растворяется и устраняет симптомы болезни по сравнению с препаратом в форме таблетки. Руководство компании одобрило проект по производству обезболивающего препарата в капсулах, и мы начали сотрудничать с Академией наук. Профессор дал консультацию по перечню оборудования, которое необходимо было по сути закупить для производства желатиновых капсул. Закупкой и выбором машины другой техники занимался я, однако все время консультировался с профессором. Закупка планировалась масштабная. По технологии производства порошок необходимо было по сути сначала приготовить, затем наполнить им капсулы и упаковать в блистер. После этого таблетки упаковывались в картонные коробки. В фармацевтическом производстве важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств при помощи аналитического оборудования. Его мы также планировали закупить. Профессор посоветовал для начала выбрать оборудование для наполнения порошком желатиновых капсул, капсулятор, который в принципе используется для автоматического наполнения желатиновых капсул порошками, либо для формирования капсул из желатиновых материалов с последующим наполнением маслом или жиром. Оборудование должно обеспечивать производство не менее 300 тысяч капсул в час. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег первым делом я обратился к европейским производителям, полагаясь на гарантированное качество оборудования. Самостоятельно я выбрал два компании, одна находится в Германии, другая – в Нидерландах. Отправив заявку им на электронную почту, через три дня я получил ответ от немецкой компании, которая сообщила, что сможет поставить автомат, но для этого необходимо личное присутствие заказчика. К сожалению, в оборудовании я не разбираюсь и решил спросить у профессора, сможет ли он поехать со мной. Однако он отказался – по личным причинам. Компания из Нидерландов написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений и продолжил поиск решения задачи. Аналогичное оборудование для наполнения порошком желатиновых капсул я нашел у двух китайских производителей. Связался с одной фирмой по телефону. Мне ответила девушка, которая говорила вежливо. Я рассказал, что хотел бы купить автомат для наполнения желатиновых капсул и попросил выслать мне на почту характеристики машины, чтобы, главным образом, показать документы профессору для согласования. Через два дня я получил инструкцию по эксплуатации, однако она была, по сути, полностью на китайском языке. Я отправил письмо в компанию с просьбой перевести документ на английский, но так и не получил ответ. Затем я связался с другой китайской компанией по производству фармацевтического оборудования. Менеджер заранее предупредила меня, что у них нет доставки в страны СНГ, и всю процедуру таможенного оформления необходимо будет проходить самостоятельно. Для меня это было по сути неудобно, я хотел купить автомат по принципу под ключ. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать автоматическое оборудование для наполнения порошком желатиновых капсул у меня не получится, и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует на оборудовании с нашей капсулой, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было, по сути, не рассматривать. Так как часто производители из Китая имеют своих прямых посредников. Я не хотел проходить этот этап заново и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях – длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было, по сути, выбрано три компании. Отправив всем запрос по электронной почте, от одной компании я так и не получил ответа. Фирма из Иркутска предупредила, что у них нет своего специалиста по наладке и всю процедуру по установке оборудования необходимо будет производить самостоятельно. Этот вариант меня не устроил. Только один менеджер компании из Москвы смог быстро дать мне грамотный и конструктивный ответы на мои вопросы. Мне также понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер данной фирмы обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов по характеристике порошка, требуемой мощности оборудования, уточнял размер капсул. После предварительной консультации по телефону, специалист предложил автоматическое оборудование для наполнения твердых желатиновых капсул. Я согласован этот вариант с профессором, и мы заключили договор на поставку выбранной машины. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Автоматическое оборудование для наполнения твердых желатиновых капсул было, по сути, доставлено в указанный по договору срок. В бункер засыпают бело-зеленые желатиновые капсулы в сборе. По системе вакуумного транспортера группа капсул попадает в соответствующие ячейки поворотного стола. Происходят процессы разделения капсулы на две части, наполнение порошком, закрывание капсул. Аппарат был сделан из качественной нержавеющей стали. Рабочая зона машины была, по сути, закрыта пластиковыми щитами для исключения воздействия внешних факторов на процесс капсуляции. Мы в течение двух недель после получения оборудования смогли его установить, произвести наладку и обучение работника. Я планирую обратиться к менеджеру этой компании за консультацией и покупкой автомата для организации производства обезболивающего препарата в капсулах. Я уверен, что он подберет мне качественную технику. Опыт показал, что как бы ты не был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.